Диалог с головой 642-1952 Ну и в гостях у нас, как вы понимаете, глава городского округа Люберцы Владимир Михайлович Волков. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Николай Дубрович. Да, несмотря на то, что у нас все тут по новогоднему, естественно, мы будем говорить и о предстоящем празднике, но сначала давайте о работе, о делах. 25 декабря проходил обучающий форум «Трансформация». Напомню, что проходил он в Сенеже. В своем выступлении губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев отметил, что данное обучение – это поиск нового умного и умение его внедрять, что немаловажно. Вот знаем, что вы лично присутствовали на этом семинаре и хотелось бы узнать, продуктивно ли прошло это обучение, зачем оно нужно было и получится ли что-то, естественно, спроецировать на городской округ Люберцы. Да, еще раз добрый вечер. Действительно, это была такая итоговая встреча в этом году. Губернатор весь форум присутствовал и, конечно же, все наши коллеги, главы всех городов Московской области, министры, зампреды, все принимали участие, обменивались опытами, изучали лучшие практики. В нашу жизнь приходит активный искусственный интеллект. Мы уже, наверное, и забыли, когда пользовались бумажными какими-то квитанциями, какими-то талончиками, ходили физически ногами в ЖЭК, оплачивали коммуналку. Ну да, сейчас все можно это сделать через телефон, через приложение. Мало того, коммуникации, скорость довода информации, она изменилась. Ну, просто она улетела в космос, если можно так сказать. Если раньше, 10 лет назад, 20 лет назад писали письма и ходили ногами, сейчас достаточно в соцсетях написать информацию о некачественной работе. Мы такую информацию обрабатываем в день, десятками, иногда и сотнями предложения, жалобы. Тут же на них происходит реакция, тут же выезжают службы, устраняют ту или иную аварию, поломку, либо какую-то сложную ситуацию, некачественную уборку улиц, контейнерных площадок, освещение. То есть скорость и реакция на проблемы, она увеличивается. И на этом, конечно, жизнь не останавливается. Все время внедряются новые механизмы управления. И для того, чтобы идти в ногу со временем, проводился данный форум. Наша группа была, это ряд городов, точнее, все города делились на 20 групп. Вот наша группа занималась как разными вопросами ЖКХ. Как улучшить, что улучшить? Конечно, конечно, это самый большой объем информации. Всегда есть негатив, даже если, условно говоря, когда проходит лето, проходит благоустройство, устанавливается лампочка, прошу прощения, устанавливается лавочка, у подъезда половина подъезда за, половина против. Ведь в таких примерах очень много. Размещаем контейнерную площадку, 90% жителей она устраивает, а 5% или 10% недовольны. И нужно найти те слова, нужно найти те решения, которые, конечно, сгладят градус, сбалансируют. Конечно, это общение, это доступность власти, это тоже было одно из посыла нашего обучения. Также, вспомнив, как раньше мы реагировали на одни и те же вопросы и проблемы, как реагируем сейчас, скорости изменились абсолютно точно. Жители проще могут достучаться со своими проблемами. Это все нужно учитывать в работе, так как мы развиваемся, всегда стараемся идти в ногу со временем. Наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев очень энергичный сам человек и, конечно, на него ориентируются все. И мы стараемся сделать так, чтобы и наши города, и тем более вся Московская область была впереди, впереди на нескольких шагов от наших коллег. Поэтому все нужно. Часто видим, да, выступление губернатора на федеральных каналах, потому что все время что-то открывают. Все время новинки. Вот один из таких проблемных вопросов – это обманутые дольщики. И было поручение президента, и Андрей Юрьевич дал слово, что до 1 января 2024 года обманутые дольщики на территории Московской области. Этот вопрос будет снят. Их не будет. Ну, слово «сдержать» – это очень сложно при таких объемах, при таких количествах тысяч обманутых дольщиков. Но слово «сдержали», поручение выполнено, и наш губернатор в этом плане лидер. И абсолютно точно, что уже в дальнейшем, в будущем таких историй, которые были в 2000-х годах, уже не будет. А это семьи, это конкретные судьбы людей, это очень важный вопрос. Ну, и отношения, в том числе и к власти, которые, видно, что она работает. Конечно. Тоже важный такой момент. В уходящем юбилейном, как известно, для Люберец году был сделан поистине огромный шаг в развитии округа. Это видно невооруженным глазом. Даже когда подъезжаем сюда, к дворцу спорта, если тут раньше были сумасшедшие пробки, то сейчас частично рассосалось, и очень даже хорошо. Но это только маленький такой случай. Особенно много, конечно же, и в социальной сфере, то, что стоит во главе угла и у президента, и у правительства, и у губернатора. И я предлагаю сейчас посмотреть сюжет, и потом вернемся в студию и продолжим. Пожалуйста. Продолжение следует... На территории школ построили четыре физкультурно-оздоровительных комплекса. До обеда здесь проводят уроки физкультуры, а во внеурочное время работают спортивные секции. Завершились строительные работы на Октябрьском проспекте. Благодаря возведению моста удалось решить многолетний вопрос с транспортной доступностью. Новая эстакада увеличила пропускную способность главной магистрали округа более чем на треть. Проезжую часть расширили с четырех до восьми полос. Три с половиной года мы работали над реконструкцией Октябрьского проспекта в городе Люберцы. Строители работали, не прекращая движение на дороге, строили вот эту чудесную эстакаду. Добраться до центра столицы теперь проще и благодаря запуску движения на третьей линии московского центрального диаметра. Современные комфортные поезда курсируют по маршруту Зеленоград-Раменское, делая остановки на шести железнодорожных станциях городского округа Люберцы от Ухтомской до Малаховки. В рамках строительства МЦД-3 привели в порядок и прилегающий к платформам территории. Обустроили скверы, установили дополнительное освещение, расширили парковочное пространство. Большое событие ждало жителей поселка Октябрьский – открытие парка «Лесная опушка». Здесь обустроили места для тихого отдыха и занятий спортом в любое время года. На главном въезде в город со стороны Октябрьского проспекта благоустроили сквер. Особое внимание притягивает цифра 400, установленная в честь Большого юбилея Люберецкого края. Этот сквер стал еще одним знаковым местом для встреч и прогулок люберчан. Все очень красиво, прилично, очень атмосферно. Тут будет здорово гулять, пройдет время. Развитие городской инфраструктуры продолжается. Мы посмотрели сюжет. Многое из того, что происходило в Люберцах, вы увидели в сжатом варианте. Но я так понимаю, что это не все, что может отчитаться по итогам года. Что еще хотелось бы отметить вам как главе города? Конечно, сделано очень много реализованных проектов. Всех мы не перечислим. Я назову такие вот знаковые объекты, которые мы открыли в нашем юбилейном году. Это, конечно, новая школа, построенная на улице Уридского на 825 мест. Это новых четыре садика. Емкость больше тысячи детей. Это поликлиники наши, которые тоже были построены. Две взрослые, две детские. Самое главное, поликлиника в Зенино на 600 мест. Ее ждали очень жители микрорайона. Мы выезжали в процессе строительства. Были с Андреем Юрьевичем буквально перед сдачей этого объекта. И, конечно, ожидания были очень высоки. Ее очень давно ждали. Застройщик вовремя сдал этот объект. Мало того, также чуть позже, буквально через два месяца, было открыто отделение скорой помощи на четыре машины. То есть мы стараемся реализовывать достаточно по всем направлениям большое количество объектов, те, которые необходимы. Конечно, это дорожное строительство. Вы сказали об открытии Октябрьского проспекта. Это был первый этап. Этапов будет всего пять. И один за одним будет идти циклично. Большая работа, серьезная. Но главное, чтобы все вовремя было выполнено. У нас строится в данный момент, обновляется стадион Торпеда. Начали его строить в этом году. Заканчиваем к концу 2024 года. Мы откроем новый стадион, новые трибуны, новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Большой, со спортивным ядром, где будет заниматься огромное количество детей, наших жителей. Те самые, которые будут в детских садиках, а потом в школу новую ходить. Конечно. Нельзя не отметить проекты благоустройства. Это и парк Лесная опушка, это и вот эти скверы, которые вы показали, конечно. И, конечно, мы на следующий год запланировали еще больший объем. Я сейчас не буду перегружать этими цифрами информацию. Почему этот важный такой момент? Потому что из советского периода мы же помним, что когда отмечается какая-то дата в любом городе, к ней готовится, действительно открывается много. Ну, а потом немножечко спускали на тормозах. Вот этого не будет. Будем продолжать? Я вам скажу, что 401 наш год будет отмечен еще большим количеством объектов. Мы планируем ввод 13 объектов. Это две новые школы, три новые школы, не две, три. Это новые детские садики, это новые фоки, это новые дороги, развязки. Это огромные территории благоустройства, такие как очень долго ждали больше 20 лет реконструкции нашего Малаховского парка летний театр. Он будет полностью реконструирован и обновлен, конечно. Где и выступал Шаляпин и Фаина Раневская. Очень много этот парк видел знаменитостей. Поэтому мы его обновляем, будет новый. Это, конечно же, Наташинский парк. И в этом году было начато благоустройство, но подрядчик не справился. Мы расторгли контракт. На следующий год, до 1 сентября, мы откроем полностью обновленный парк. От начала, от прудов и до железной дороги, это будет огромный, красивый, современный парк. Жителям мы его презентуем уже к дню города. Это будет новый, совершенно огромный парк в микрорайоне Зенина. Это озеро Черное. Этот парк презентовал наш губернатор. Андрей Юрьевич Воробьев вместе с мэром Москвы Сергеем Собянином. Это была сложная территория. Вода, территория воды. Вот это все озеро находится на нашей территории. Это Подмосковье. Все, что вокруг, земля, Москва. Из-за этого были определенные, не определенные, а фактически нельзя было реализовать этот проект. Губернатор и мэр договорились. Мы ходатайствовали. Я лично перед губернатором. Мы, конечно, быстро нашли решение. На следующий год мы приступаем к реконструкции. Там будет построен мост, который свяжет два берега. И те наши жители, которые идут в сторону метро, сейчас два километра. Они смогут проходить это все в два раза короче за километр. Таких объектов будет много. Мы будем продолжать и лесную опушку благоустраивать. Будет много маленьких территорий, спортивных площадок, дворов. Не хватит сейчас времени, чтобы все эти 401 год будет еще крупнее в области строительства, благоустройства, строительства инфраструктурных объектов. То есть сады, школы, поликлиники, фоки. Все будет строиться. Новых 13 объектов будет открыто. Напомню, что у нас прямой эфир. Телефон 8498-642-1950 и 8498-642-1952. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Владимир Михайлович, меня зовут Татьяна Пулатова. Ваш вопрос. Я проживаю в 1-й Панковске, 1-й Корпус-2. Поздравляю вам с днем рождения. Спасибо, Татьяна. Спасибо. Пыталась вчера дозвониться на радио, но не получилось. У меня сегодня вопрос по планам развития автодоров в городе. Вот у нас сейчас такой большой проект на Октябрьском траспекте. Все сделано для того, чтобы было лучше нам жить в городе, гражданам. Но по факту мне соседи рассказывают, что как раз горожане и попадают в пробки. И мне интересно, какая судьба у дырки, которая на Волковской улице под железной дорогой. Понимаете, да? Конечно. Железнодорожный переезд. Здесь Дзержинская переходит в Смирновскую. То есть там въезд есть с Леруа. Сделали дополнительную полосу. И тоже сказали, что там будет на дополнительной полосе камера. Но в результате все пытаются на этот железнодорожный переезд попасть. Со всех четырех полос. И ситуация на Кресте, где Смирновская пересекает Октябрьский проспект. Мне хотелось бы узнать, какие планы у нас по решению пробок в городе и вообще по улучшению ситуации дорожной. И также про ямочный ремонт. Меня просили сейчас задать вопрос. Говорят, что в городе столько ям сейчас из-за того, что плюс-минус, плюс-минус. И, в общем, опасно ездить. Жалуются, что машины повреждаются. Понятно. Спасибо большое. Вот такая дорожная большая тема. Вопрос основной. Либо это ЖКХ, либо это дороги. Он беспокоит всех. Я тогда постараюсь быстро сжато, но по всем дорогам, которые будут реализованы на территории нашего округа. Первый этап Октябрьского проспекта, как я сказал, уже открыли. Второй этап, вот прошу обратить внимание, только второй. Их будет всего пять. Второй этап, это реконструкция Октябрьского проспекта от начала моста, от военкомата до нулевого километра Егорьевского шоссе. Это второй этап. Также полностью будут переложены коммуникации, расширения. То есть дорога уже будет другой ширины. Также у нас начинает строительство новое Егорьевское шоссе в следующем году. То, о котором, ну вот я с детства помню, о нем говорили все и мечтали. Начало строительства, это следующий год. Дорога Юла, которая идет от нас, от микрорайона Зенина и до Солнцева, 47 километров. Сдача всей этой дороги конец следующего года. Также дорога Ново-Рязанское шоссе. Срок сдачи, это конец следующего года. Мы все поедем уже в обход Октябрьского проспекта. Я так быстро говорю, крупно. То есть сейчас получается из-за этого пока еще идет, есть еще вот эти вот места, где ждут развития. Ну у нас бутылочные, так называемые бутылочные горлышки. Да, мы едем с Москвы, пролетаем новую эстакаду на кресте и упираемся тут же, когда съезжаем с него в старый мост и в старое узкое горлышко. После хлебозавод идет, конечно, всегда будет пробка. Нам нужно расширять. Второй этап будет сделан. Самый главный вопрос, который буквально несколько месяцев назад я озвучил, и вот пользуясь случаем инсайдерская такая информация на вашей программе, мы с губернатором переговорили по этой проблеме, именно туннель на ту сторону, дырка, как мы его все называем, реверсионное движение. Андрей Юрьевич тут же дал поручение, и на следующий год, мы на следующий год, на 24-й, вот уже в ближайшее время, начинаем к проектированию либо туннеля, либо моста, перехода через железную дорогу. Мы проектируем, после этого начинается строительство. То есть вопрос с переходом, с мостовым сооружением, либо туннелем будет решен ближайшим. А может быть и то, и то. К концу следующего года мы будем знать, что скажут проектировщики. Либо это туннель, либо это мост. То есть у нас будет второй переход через железную дорогу. И крест, конечно, Смирновская. Сейчас пробки, потому что до конца дорога не построена. У нас подземный переход на улице Смирновской будет построен к концу следующего года. Это все в договоре прописано подряда. Соответственно, у нас в начале пешеходный переход у свечки, у подосинок. И первые жители уже пойдут в ближайшее время. И второй подземник будет ровно через год. И также вспомнил еще вопрос был по переезду. Это все наши узкие места. Переезд и дорога расширена. Три полосы. Мы с ГИБДД согласовали проект, который даст решение разгрузки этой проблемной зоны. Сейчас было две полосы, сейчас там три полосы. Середина будет выделена для автобуса. На нее будет направлена камера штрафная. Но мы пластиковую разметку в зиму нанести не можем. Мы ждем весну. Как только погодные условия позволят, мы весной наносим разметку. И автобусы поедут посередине. С левой стороны вдоль отбойника машины будут проезжать по прямой. Если нужно уходить на переезд, там будет небольшой разрыв. Камеры будут настроены так, чтобы эти машины могли проезжать. То есть все продумано до мелочей, но погодные условия не позволяют до конца закончить. А еще, кстати, будут какие-то полосы автобусные добавляться в город? Мы все время изыскиваем возможность добавления. Но, как правило, это при строительстве новых дорог. Потому что на старых дорогах, где полторы-две полосы, там просто добавлять некуда. Ямочный ремонт идет в течение года, круглогодично. Когда переход на ноль, так называемый, когда или температурные качели, часто называют. В ночь это минус серьезный, днем это оттепель. Конечно, асфальт, малейшая трещина рвется. Поэтому наши службы работают, оперативно устраняются ямы. Предоставлять информацию можно мне, можно в соцсетях, в личный мой аккаунт, можно на всех ресурсах администрации оставить заявку в ЕДС. То есть много ручейков, по которым можно донести информацию, и службы тут же отреагируют и устранят. Ну да, буквально в течение очень короткого времени. Ну и самое главное в нашей работе, это же наличие бюджета, деньги. И традиционно в декабре был принят бюджет. И естественно, прежде всего всех волнует, ну помимо тех вопросов, которые мы уже обсуждали, еще социальная направленность. Потому что все немножко переживают, времена сложные. Сохраняется ли социальная направленность, и может быть какие-то новые статьи расхода в нем появились? Конечно, бюджет на 2024 год принят, он социально ориентирован. 73% бюджета идет на социальные все проекты. Это и образование, это здравоохранение, это культура, это спорт. То есть все программы, весь этот функционал будет работать без сбоя. Также у нас очень большая статья, по которой мы направляем деньги, это как раз объемы строительства новые, которые в следующем году мы планируем ввести несколько новых школ. Школы в Красково, которые все очень много. То есть такой прирост населения, так много к нам и едут, наверное, и жить, и растут дети, да? У нас новые микрорайоны строятся, и у них, конечно же, заложено в программе и финансирование инвесторов, и через госпрограммы строительства новых социальных объектов. Поэтому это несколько школ будет открыто, я вкратце прям пройду. Это Красково, новая школа, это школа проектируемый проезд, за дыркой как раз, вот если отсюда говорить и смотреть. Это школа Жулебина парк, то есть, и, конечно, новых, снова несколько садов, поликлиники. И везде, если это госпрограмма, есть наше участие. Федеральные деньги, региональные и наши городские. Мы также финансируем благоустройство, там наша составляющая есть. У нас много своих программ, по которым мы строим также и дороги, и ремонтируем сети, и проводим благоустройство. Все программы, которые мы заложили, выполнены в этом году, даже с опережением и с ростом. И на следующий год такая же динамика будет сохранена. Надеюсь, что через год мы точно так же скажем про 24-й, да? Вот, напоминаю, что вы смотрите программу «Диалог с главой» на студии глава городского округа Люберца Владимир Волков. И напомню, что в прямом эфире мы работаем, как вы слышали, вопросы можно задавать. Телефоны 8-498-642-1950 и 8-498-642-1952. Ну и не можем мы, естественно, не вспомнить еще такую важную тему, Владимир Михайлович. Где-то неделю назад, 20 декабря, в Люберцах открылся специализированный центр поддержки участников ИСВО и их семей. И прежде чем продолжить эту такую важную тему, давайте посмотрим сюжет, как это происходило. Домка, привет! Рада тебя видеть очень. Дорогая! Здоровья, мужик, бабаки, да. Мы ждем вас домой. Спасибо, Ребята, что организовали нам такой телемост вживую пообщаться. Да. Юра, Юронька, привет мой золотой. Все хорошо. Телемост с бойцами в зоне СВО проходит в помещении, которое с этого дня станет главным местом притяжения военнослужащих и членов их семей. На первом этаже жилого дома 120, корпус 3, на Октябрьском проспекте, открылся специализированный центр, где готовы помочь в решении любых вопросов. Здесь будет размещаться комитет семей защитников отечества и фонд содействия армии. Все собрали в одном месте. Я думаю, это будет очень удобно. Получить сразу все виды и консультации, и помощи. У нас все есть. Есть и юристы, есть и психологи, специально аккредитованные для работы именно и с семьями, и с участниками СВО. Хорошо, что открыли вот такие центры, которые помогают, советуют. Очень много есть вопросов, на которых мы не знаем, ну, не знаем всех этих ответов. Поддерживают моральность, это очень важно. Остальное, мы там справимся на поле боя. У нас там никому не победить. Здесь же расположен склад гуманитарной помощи, а также помещение для плетения маскировочных сетей, изготовления окопных свечей и сухого армейского душа. Волонтёры городского округа уже здесь, работа кипит. Особое внимание уделяют родным люберецких бойцов. На сегодняшний день на постоянном контроле находятся 762 семьи. На территории городского округа проживают 539 детей, участников и ветеранов СВО. Ну и добавлю, что это уникальный центр, который в одном месте объединил комитет семей воинов Отечества, центр сбора гуманитарной помощи и представительство регионального филиала Госфонда поддержки участников СВО, который называется «Защитники Отечества». Здесь же можно проводить встречи и с участниками специальной военной операции, и с их семьями. Вы это видели в сюжете. Ну и я так понимаю, что вы часто встречаетесь и с женами, и с мамами участников специальной военной операции. И какие, прежде всего, вопросы их сегодня интересуют? Какая нужна помощь? Ну, с первых дней начала СВО была организована работа на территории нашего округа. Был первый центр создан в Доме офицеров. Эта работа очень важна, и в нее включились все абсолютно все жители нашего городского округа. Это предприятие, это общественные организации, сами бойцы, ребята находятся с нами на постоянной связи. И, конечно же, вот больший акцент сейчас в нашей работе – это забота о тех семьях, о тех родных и близких бойцов, которые остались здесь. А в основном это жены, это мамы, это дети. Поэтому с ними необходимо быть постоянной связи для того, чтобы знать проблемы. Порой это и проблему-то назвать нельзя. Условно говоря, справку в детский сад нужно получить или ребенку устроить. Либо это, наоборот, более серьезная задача, когда нужно найти бойца. Бывает, что связь пропадает. Наши все службы включаются в это. Даже это вы делаете? Конечно. Есть бойцы, которые уже находятся на восстановлении. И, конечно, связь, наша связь очень важна. Мы быстро находим, быстро предоставляем информацию. Конечно, после этого спокойно и с улыбкой уже дома ждут ребят. Конечно, эта работа для нас первостепенна. На первом этапе это была большая направленность, связанная с тем, что необходимо было все. От гвоздя, квадрокоптера, экипировки, спичек, либо каких-то других вещей. Сейчас армия полностью наладила эту работу. Сейчас у наших бойцов, которые возвращаются, нет проблем ни с экипировкой, ни с техникой. Все поступает новое, самое современное, и мы это говорим ответственно. У нас самое лучшее оружие, самое надежное, у нас самые лучшие бойцы, мотивированные. Но всегда из дома приятно получить какой-то от ребенка сувенир, письмо, либо это передали, какие-то теплые вещи. Они всегда согревают, и это помогает. Помогает там пройти эти сложные времена. Поэтому работа эта важна. Наши ветераны плетут сети, наши женщины, включенные во все группы, также вяжут кто-то носки, кто-то делает свечи. Свечи делают самостоятельно, уже даже разработали такие ноу-хау определенные. Да, приходили к нам рассказывать. Да, да, женщины очень ответственно подходят к этому. И, конечно, это очень серьезная подспорь, очень серьезная помощь. И за это огромное спасибо. Поэтому мы ждем наших ребят, ждем абсолютно все герои. Поэтому победа продолжается. Победа будет за нами. Сейчас у нас телефонный звонок, мы в прямом эфире. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут? Это мой? Говорите, здравствуйте. Олег, здравствуйте. Как зовут вас? Ольга Александровна. Здравствуйте, Ольга Александровна. Пожалуйста. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу к вам обратиться по поводу наших жировок. Почему в конце года нам приходят такие начисления, что не укладывается в голове. Начинаем звонить, объяснений нет никаких. Цифры двойные, тройные приходят. Ольга, а какой адрес? Где живете? Улица Шоссейная, дом 6, 115-й квартал. Это компания ЛГЖТ управляющая, так? Да, да. Ольга, оставьте свой адрес, контактный телефон, мы свяжемся обязательно. Если это не точность или ошибка, конечно, это все исправим. Если какая-то другая... Еще вопрос к вам один, можно? Конечно. Дело в том, что я хотел бы вас спросить, почему невозможно дозвониться к вашим подчиненным в мэрию? Я понимаю, что вы занятый человек. Но сколько бы ни пытались выяснять вопросы начальникам управления, каждый раз ответ один. Ушел на совещание, придет через две недели. Невозможно ничего выяснить вообще никогда. Чтобы вас не беспокоить, мы звоним вашим подчиненным, но дозвониться практически невозможно. А не секрет, Ольга, скажите, кому звонили, чтобы выяснить, мне бы интересно... Звонила я начальник по нашему ЖКХ управления, вашей мэрии. Хорошо. Я эту информацию обязательно перепроверю. Точно таких ответов не должно быть. Никто по две недели на совещание не ходит. Ольга, я приношу свои извинения. Мы разберемся обязательно. Спасибо. Оставьте свои данные, будем разбираться в этом вопросе. Конечно, все бывает. И сотрудники заняты. Действительно, порой проходят совещания в ВКС, и режим такой полный цейтнот. Но есть же на кого можно переключить телефон. Поэтому мы обязательно... Что-то здесь не сходится. Да, сбой какой-то мог пройти. Но я так понимаю, что просто наша телезрительница может быть, вот именно, пользуется телефоном в основном. И, видимо, бывает. Проверка уже будет. Вот, глава сказал, сейчас займется этой проверкой. Так что не прижать, Ольга Александровна. Ну и по поводу ЖКХ еще раз, да, тоже эти вопросы будут выяснены, потому что действительно бывает иногда, просто может быть там ошибка. Такое везде бывает. Конечно. Не только в Люберце. Давайте пойдем дальше. Следующая тема. У нас заканчивается год педагога и наставника. И это тоже такая очень отдельная тема. И мы не раз о ней тоже говорили. Опять же, садики, школы, это все тоже, и спорт. Но наступает год семьи, объявленный президентом. Тоже такая важная очень тема, объединяющая тема. Вот хотелось бы узнать, что вы лично вкладываете в это понятие, и что сейчас, может быть, уже готовится в городском округе, как будем отмечать год семьи? Проводите. Я про себя могу сказать. У меня семья многодетная, мы родители, у которых счастливая большая семья. Сколько, скажите, народ должен узнать. Трое, три девочки и мальчик. Поэтому у нас четверо детей. Клалитет. Да. Поэтому, конечно, для меня, для всех людей, кто проповедует традиционные ценности, семья — это основа основ, и, конечно, это табу. Дети должны расти с родителями. Все наши традиции, наши обычаи, все должны передаваться. И, конечно, семья — это основа, из которого складывается такой домик. Из этого домика вырастает уже потом серьезное здание под названием «Общество, государство». И это не просто слова. Для того, чтобы это все получалось, конечно, нужно проводить больше времени с детьми. Наверное, нужно уделять внимание ветеранам. Нужно своим примером показывать, как нужно вести, как нужно воспитывать детей. Конечно, патриотизм здесь — это не пустое слово, и об этом нужно говорить. Когда это все будет проводиться регулярно, конечно, дети будут расти на примерах, на примерах добра, на примерах наших предков, на исторических фактах. Потому что если это упускать, если не уделять время семье, конечно, неизвестно, что потом получится из того ребенка, который был сам себе предоставлен. У нас такие истории были, есть, наверное, и будут. Поэтому, конечно, я призываю всех в этот год больше акцент. Конечно, всегда есть работа, конечно, всегда есть дела. Порой не хватает ни на что время, но иногда нужно остановиться. Сейчас, тем более в преддверии наших праздников больших, это и Новый год, и Рождество. Очень комфортное время его провести с детьми, с родителями, с семьей, с друзьями, для того, чтобы как раз больше уделять. И, кстати, набраться сил. Да, и это только начало. У нас много планов, мы, конечно, о них обо всех расскажем, но от каждого человека, от каждой семьи зависит очень многое. Ну, мы потихоньку движемся к финалу, но, как вы понимаете, вы сами уже говорите, Новый год, да, это уже ощущается. Каток работает, работает, и не один, вот, и не только каток. И традиционно, в преддверии празднования Нового года, в рамках проекта губернатора, зима в Подмосковье, и улицы, и парки стараются преобразиться, и открываются ярмарки, проходят мастер-классы. В общем, такая замечательная новогодняя атмосфера. Чем жители округа смогут заняться выходные? Какие-то есть особенности в эти праздники? Как вы к этому готовились? Николай, на самом деле, программа наша уже дала старт, и несколько уже таких нововведений, которые в прошлом году, впервые мы запустили, автобус новогодний. Этот новогодний автобус перевозит детишек, такого дошкольного возраста, и школьники приходят, и приходят родители где-то, бабушки, дедушки. Очень интересная программа. Мы в этом году совершили уже 92 рейса, 2700 детей мы поздравили, все получили подарки, всем показали программу концертную, провезли по городу. Это очень интересное такое нововведение. В этом году также у нас огромное количество елок вместе с сотрудниками нашей культуры приходит во дворы. Именно во двор. Традиция любилецкая, да? Да, да, да. Именно во двор проводится праздник, проводятся фестивали, марафоны, поют песни, угощают всех горячим чаем. Это все будет продолжено. Во всех наших парках организованы программы, на афишах все размещено. Афиши можно посмотреть на сайте Люберц РФ, на сайтах администрации, просто на обычных афишах, которые в транспорте расположены, везде в городе. Мы это будем постоянно об этом рассказывать. Мы уже открыли 1 декабря каток у администрации на улице звуковой. В прошлом году его впервые разместили. В этом году очень попросили жители снова на этом же месте его открыть. На открытии был Илья Авербух, наш олимпийский чемпион, со своими коллегами, со своими спортсменами, со своей программой. Было очень много людей, всем понравилось. 3 января, я также всех приглашаю, будет уже шоу Татьяны Навки, также с ее спортсменами, с ее артистами. Во всех наших парках, как я сказал, будут проводиться мероприятия в постоянной основе. У нас организована лыжня на каждой территории. У нас 2 катка с искусственным льдом, это на улице Звуковой, здесь рядом с администрацией, второй в Наташинском парке. И также 4 катка с естественным льдом на всех наших стадионах. На стадионах также организованы спортивные, развлекательные мероприятия. То есть праздники будут насыщенными, нужно смотреть в афише и смотреть те адреса, которые ближе к дому, для того, чтобы разнообразить прийти и встретиться со своими друзьями, соседями, лоберчанами. Вопрос, который, как правило, встречаясь с главой, конечно же, мы не задаем, потому что деловые разговоры, но сегодня не могу его не адресовать вам. А как вы Новый год встречаете? Ведь все равно рука на пульсе, а ведь все равно хочется с детьми как-то. Как вот, может быть, тоже где-то лыжня или каток? Есть такое? У меня все очень традиционно, в кругу семьи, своими детьми, со своими родственниками. Конечно, это такой теплый домашний праздник. Обязательно на следующий день, обязательно у нас прогулки, это и лыжня, может быть, и на каток съездим, но планируем пока первые три дня в таком спокойном домашнем режиме, потому что хочется, как раз о чем мы говорили, иногда остановиться, вот уделить больше времени. Ну, а в дальнейшем, третьего числа, я как уже сказал, Татьяна Навка, будем обязательно на этом мероприятии. Потом другие, конечно, события происходят. Всегда по работе нужно быть на связи, потому что в любой момент что-то может произойти. Все службы работают. Службы работают в круглосуточном режиме, все абсолютно без исключения. У нас есть дежурные по городу, которые отслеживают все в своих направлениях, сообщают, единая диспетчерская служба, поэтому праздники пройдут штатно, красиво и весело. Главное, с собой взять всегда хорошее настроение. Хорошее настроение. Ну, вот сейчас мы вам еще тоже настроение в финале поднимем, я думаю, потому что год семьи и мои коллеги, на мой взгляд, подготовили очень интересный сюжет. Маленькие люберчане получили возможность поздравить с Новым годом. Давайте посмотрим. Я жду Новый год, потому что произойдет чудо. И я смогу, наверное, увидеть Дедушку Мороза, мама, папа. Желаю вам хорошего Нового года. Я загадала счастье, чтобы было у каждого человека, чтобы мирное небо было над головой. Я поздравляю нашу семью с Новым годом. Желаю счастья и здоровья, чтобы родители дольше жили. Хочу всем пожелать своим друзьям, своей семье, своим бабушкам, дедушкам хорошего настроения, и чтобы вы хорошо все года праздновали Новый год. И хочу пожелать всем солдатам и тем, кто защищает нашу Родину, крепкого здоровья, и чтобы они все вернулись победой. Я очень жду Новый год, и хочу пожелать всем родным, близким и всем людям на земле, чтобы у них было счастье, здоровье и мирное небо над землей. В том году себя хорошо вел и в этом. Я поэтому попросил Дедушку Мороза подарок, и думаю, он мне его принесет. Я жду Новый год, потому что он чудесен и полный, засыпает снег, горки. И я загадала себе ватрушку. Вкусную ватрушку, не с горки кататься? С горки кататься. Можно кататься на санках, на плюшке, и с тортик, когда пробьет часы двенадцать. Я поздравляю всех детей с Новым годом и желаю им счастья и здоровья. Ну, как говорят в таких случаях, устами младенца точно глаголит истина. Владимир Михайлович, после таких поздравлений вы должны подвести итог. Ваше поздравление всем люберчанам. Прошу. Детские поздравления, конечно, такие самые искренние. Мы провожаем 2023 год. Он был для нас интересный, насыщенный. И, конечно, всегда такая нотка грусти есть, потому что год уходит. Но мы встречаем 2024 год. Мне хочется пожелать всем люберчанам, каждому жителю в этом году наступающем пусть сбудутся все наши мечты, самые смелые. Пусть улыбка, счастье, здоровье и хорошее настроение будут сопровождать нас в течение всего этого года. Пусть у каждого сбудутся те планы, которые перед собой ставят. Пусть родные и близкие окружают, любят и уважают. Конечно, нам всегда нужно заботиться о наших ветеранах и старшем поколении. Дорогие люберчане, поздравляю всех с наступающим 2024 годом. Здоровья, счастья, любви и всего самого доброго. С праздниками! Глава городского округа Люберцы Владимир Михайлович Волков. Прямой эфир мы завершаем. Нам остается всем присоединиться к вашим поздравлениям. Пожелать вам в новом году всего самого доброго. А к деловым вопросам мы обязательно вернемся совсем скоро, после наступившего уже 2024 года. Всего доброго, до свидания, счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok